Мандривница Ирина Жорель в нашей студии. Если пропустили какие-то предыдущие разговоры с нашими рынковыми гостями, заходите на YouTube-канал и переглядайте. Сегодня мы говорим о Польше, Чехии и Угорщине. Как можно дешево путешествовать этими странами, Европой, тем более, что уже есть его величинство без виз. Доброе утро. Итак, начнем, наверное, с Польши. Ближе всего к нам. Да, наша соседка Польши, к тому же, довольно близкая нам по менталитету, близкая по бюджету и близкая по языку. Польский язык для нас понятен, поэтому легко будет ориентироваться в этой стране. Я Польшу очень люблю, и мне даже иногда обидно за то, что Польшу недооценивают как туристический потенциал, и большинство путешественников используют ее транзитом, чтобы уехать куда-то подальше в Европу. При этом в Польше задерживаются минимально. Но в Польше огромное количество интересных мест, там есть как и горы, так и море, так и классные города с большой архитектурным потенциалом, с историей. Поэтому обязательно нужно посетить хотя бы несколько мест, чтобы считать, что ты видел Польшу. И я на самом деле очень влюблена в Закопаны. Это горный регион, где можно и свежим воздухом подышать, и на лыжах покататься в зимний сезон. И, к сожалению, там дешевле, чем это сделать будет у нас. Поэтому поездка иногда за границу может быть дешевле по деньгам на отдых, чем у нас в стране. Если говорим о Польше, соответственно, какие нужно знать, не знаю, особенности? Возможно, о чем стоит знать, чтобы не ошибиться, не потратить лишнего, либо обязательно это взять, потому что оно понадобится? В Польше распространено такое понятие, как, в принципе, лоукост. Во всем у них есть лоукост перевозчики автобусные, которые позволят путешествовать внутри Польши очень дешево. Есть дискаунтеры автобусные, которые могут за один злотый, к нашим деньгам, это около 15 гривен, перевезти из одного города в другой город. То есть мы можем преодолеть расстояние в 500-700 километров за эту сумму. Есть также перелеты лоукост самолетами. Внутри страны можно летать, и, соответственно, это делать тоже дешево. Такой билет может стоить 4 евро за то, чтобы перелететь из одного города в другой. И то же самое касается питания. У них есть система баров, которая называется «Млечный бар». Грубо говоря, это как наше молочное кафе, когда-то из детства воспоминания наши. Это как сеть, они везде есть в каждом городе? Да, у них это как сеть названия типа заведения. То есть название само кафе может быть разное, но тип заведения называется «Млечный бар». И это дает возможность путешественнику сэкономить на питании. То есть, по сути, то же, что у нас есть, а-ля то, что мы называем «трешки», где всякая барахолка, они разные, но все-таки принцип остается. Также и там стоит искать. Они так и называются, скажем так, или названия могут быть разные, или как-то указывается, как идентифицировать все эти, скажем так, лоукосты в том или ином направлении? Ну, самое простое – это найти их в интернете и завести лоукост автобусы Польши, лоукост перелеты Польши и лоукост бар. И если мы говорим конкретно про питание, то они таки будут написаны «Млечный бар». Просто название может быть у каждого своем. «Млечный бар коровкам», «Млечный бар Варшавы» и так далее. С автобусами там не будет такого большого вариативности, там всего лишь несколько перевозчиков, но достаточно для того, чтобы дешево ездить по стране. Это «Польский бас», «Необас», «Танибас» и так далее. С перелетами там, в принципе, один лоукост перевозчик, который перевозит между городами, поэтому там не ошибетесь. Если говорим уже все-таки, когда используем Польшу как транзит, транзит на какую-то страну, чтобы перелететь, скажем так, более дешево, здесь как? Выбор весьма широк лоукостов или тоже такой же узкий? На самом деле, куда больше открывается возможности уже при перелетах из Польши, поэтому многие наши украинские путешественники используют Польшу как стартовая точка. То есть, приезжая в Польшу, в Польшу мы можем добраться очень дешево, между Украиной и Польшей также курсирует много перевозчиков, и это можно сделать автобусами, это можно сделать поездами и перелетами в том числе. А из Польши уже летает намного больше лоукост перевозчиков по всей Европе. То есть, если мы говорим про перелеты из Украины, из некоторых украинских городов, то у нас весьма ограничен этот выбор, куда мы можем попасть перелетом по низкой цене, а из Польши уже намного больше выбора. Если мы говорим дальше, следующая страна Чехия, соответственно, из Польши лоукостно можно в Чехию прилететь. Да, можно из Украины напрямую в Чехию. То есть, чем мне нравятся все эти три страны? За то, что мы из Украины можем туда бюджетно попасть, как в Польшу, так в Чехию, так и в Венгрию. В Чехию мы тоже можем попасть напрямую. У нас есть поезд лоукостный, польский, который ходит из Львова, Леоэкспресс. Также есть автобусы, которые сейчас зашли в Украину, дискаунтеры тоже по низкой цене. За 6-8 евро можно уехать из Украины в Прагу и в Брно. Чехия сама по себе тоже довольно бюджетная страна. Там большие порции еды, и они стоят недорого. Там вкусное пиво известное чешское. Прага этим славится. Прага одна из таких дешевых столиц Европы, где можно и провести интересное время. При этом очень колоритный город. Есть где и погулять, и поесть, и попробовать пиво. Кстати, если говорить о пиве, то так и называется один из мастер-классов, скажем так, от тебя, который будет проходить, думаю, что настал момент его проанонсировать. Оно так и называется как-то пиво, без виз. Еда, пиво и без виз. Да. Это как раз тема, которую я люблю, потому что для путешествий иногда нужно выбирать какую-то тематику. Просто так путешествовать, иногда фотографируя всё подряд, становится скучно. Поэтому я предпочитаю выбирать путешествия со смыслом и с экономией. И еда, пиво и без виз как раз даёт возможность нам посетить интересно, вкусно и попробовать там разные интересные сорта пива. И как раз это вот про эти три страны, Польша, Чехия и Венгрия. То, что нам позволяет накушаться вдоволь по дешёвке, выпить пиво, ну и быстро их посетить, потому что визы уже не нужны. Где и как можно услышать, скажем так, более детальный лайфхак, как быть в этих странах? 15 октября я проведу эту встречу-семинар в пабе ЦИПа. Это будет свободный вход, соответственно, каждый любой желающий может прийти и узнать от меня секреты. Я буду рассказывать о том, как добраться в эти страны из наших городов украинских, где-то найти проживание, как ориентироваться на местности и на чём можно сэкономить, чтобы весело провести время. Поскольку там эфирное время, скажем так, не давит и не сжимает, то там будут уже примеры конкретные, что, где и как. Да, так как я люблю разговаривать, мне обычно 10 минут очень мало, а там это всё затягивается на 2-2,5 часа. Вот так. Ну и третья страна у нас осталась, это Венгрия. А что можно там вот интересного увидеть, услышать и что не стоит пропускать? Для меня Венгрия прежде всего это термальные источники, горячие купальни, чем славится именно Будапешт, там огромное их количество. При этом это такая же бюджетная кухня, очень большие порции, знаменитый венгерский гуляш, который немного острый, со специями, но очень вкусный. То есть вдвоём на одну порцию можно напасть, да? Плюс этих всех стран, тем, что можно спокойно сэкономить, если у вас есть компания, с кем путешествовать, как минимум на еде. Ну и также эта страна немного ближе нам по менталитету, чем те, которые находятся дальше, как Италия, Испания. Сложнее, конечно, с языком, если с польским и с чешским у нас всё более-менее понятно, то с венгерским разобраться уже значительно сложнее. Но, тем не менее, люди всё так же приветливые и это близко к нам, мы можем пересечь границу как наземно, из Украины у нас есть автобусы, так у нас есть и перелёт и лоукост, мы можем из Киева полететь в Будапешт. Если мы говорим эти все три страны, а в среднем всё-таки бюджет, какой он может быть минимальный, как всегда вопрос этот стандартный, так, чтобы чувствовать себя человеком и всё-таки чувствовать, что ты на отдыхе? Чтобы чувствовать себя на отдыхе, я бы рекомендовала от 30-35 евро в день закладывать. На одно учёное? Да, для посещения без визы у каждой из этих стран есть минимум, которые могут потребовать на границе, как финансовое обеспечение, и из них всех требует меньше всего Венгрия, хотя по своим субъективным впечатлениям не могу сказать, что Венгрия самая дешёвая из них, но при этом они требуют из расчёта 3,2 евро в сутки. Менее требовательное просто. Да, то есть для того, чтобы поехать в Венгрию, по их подсчётам нужно всего лишь 3 евро в сутки. То есть, по сути, скажем так, как транзит для украинского, как транзитную страну лучше использовать именно Венгрию украинцам, а потом уже летать дальше. Ну, если хочется именно попасть в безвиз, не целенаправленное посещение, а попасть въехать в первую страну безвизового посещения, то да, Венгрия требует меньше всего финансового обеспечения, соответственно, как бы не возникнет вопросов при пересечении границ. Вот так, друзья, такие лайфхаки вам с самого утра от нашей утренней гости. Спасибо большое, что пришла к нам сегодня в студию. А больше того, хочу сказать, что есть ещё одно мероприятие, которое тоже могут посетить николаевцы. Что это за мероприятие? Это мероприятие уже не про Европу, а про Азию, то есть они такие диаметрально противоположные. Для тех, кто хочет тепла, могут прийти ко мне на встречу 14 октября. В Хмельном Патрике я тоже делаю встречу со свободным входом и буду рассказывать про свои 500 дней лета, как я провела последние полтора года в странах Юго-Восточной Азии. Ну, а 15-го уже переключимся на Европу. Вот так, друзья, так что будет возможно, если скажем так, подытожить всё, что вы слышали в эфире, но и уже с практическим применением, чтобы записать, что, куда, где, где, что покупать, что, где брать и, конечно же, чтобы не потратить лишние деньги. Спасибо большое за то, что пришла сегодня к нам в студию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!